Что такое имущество и как его можно разделить? В ложке, знаешь, полонки поделим. Истец, истец, давайте не будем риторически разговаривать, потому что если вы считаете, что не делят ложки, ошибаетесь, делят ложки попредметно, 6 ложек, 3 одному, 3 другому. Как определить, кто хозяин спорного имущества? Нет, подождите, если это не ваша шуба, я вам предлагаю вернуть. А если это ваша шуба, тогда вы ее оставьте. У вас сейчас есть реальная возможность остаться и без шубы, и без денег, подумайте. Да, как-то холодно зимой. Что значит разделить имущество по справедливости? Мы согласны ему отдать только тапочки, потому что вот мой будущий муж тоже так считает, что это будет справедливо. Не сомневайтесь, судья Елена Дмитриева гарантирует справедливость в рамках закона. Сегодня в программе. А если бы истец ставил вопрос о разделе совместно нажитого имущества? Хорошо, что он не делит еще мою квартиру. Спасибо. Мужчина решил расторгнуть брак и готов платить алименты ребенку. Но жена по условиям брачного договора требует, чтобы он оказывал ей материальную помощь до тех пор, пока она не устроится на работу. И валяются все пьяные, и внучка сама пьяная, а это бедный ребенок, четырехлетний, в угол забилась. Какая-то невменяемая. Пенсионерка утверждает, что органы опеки и попечительства безо всяких оснований отказали ей в опеке над внучкой. Бабушка убеждена, что у нее есть все условия, чтобы воспитывать ребенка. У девочки, если я поняла, в соседнем поселке умирает мать, и она остается одна. Через какой период времени органы опеки и попечительства стали заниматься ее судьбой? Ну, когда снег сошел. В семье Лесничева четверо детей, двое собственных, двое самовольно взятых на воспитание. Чтобы узаконить нахождение воспитанников, Лесничий с женой хотят усыновить их. Оставайтесь с нами. Истец Дмитрий Муравьев подает иск о расторжении брака. Ответчик Екатерина Муравьева согласна с разводом и подает встречный иск о выплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка и ее содержание по условиям брачного контракта. Прошу всех садиться. Слушается дело Муравьева Дмитрия Евгеньевича с исковыми требованиями о расторжении брака. Ответчиком у нас является Муравьева Екатерина Романовна. Пожалуйста, истец, поясните причины расторжения вашего брака. Ваша честь, я прошу расторгнуть наш брак, так как фактически я уже ушел из семьи. Мы прожили с женой пять лет, имеем общего ребенка, но так вышло, что я встретил другую девушку, на которой собираюсь жениться и к которой уже фактически переехал жить. Расстаться с Катей я хочу по-хорошему, и поэтому оставляю ей все приобретенное за пять лет имущества. Квартира изначально принадлежала жене, и на нее я также не претендую. То есть просто забираю чемодан с вещами и все. Как отец я готов честно платить алименты на содержание сына в любом виде, в каком моей жене будет удобно. Можно одну четвертую часть официальной зарплаты, можно в твердой денежной сумме, готов платить 15 тысяч. Простите, пожалуйста, это если ответчик будет заявлять эти требования о выплате алиментов в данном судебном заседании, это право ответчика. Если у вас спора по выплате алиментов не существует, вы праве заключить соглашение письменное, но реально его заверить о порядке выплаты алиментов. Я поняла, то есть как бы основополагающая причина расторжения брака, это та ситуация, что вы сейчас фактически совместно не проживаете, семейных отношений у вас нет, общего бюджета у вас нет, вы общее хозяйство не ведете, и вы планируете вступить в другой брак. Правильно я вас поняла? Да, все, о чем я прошу, это не препятствовать мне в общении с ребенком, так как в дальнейшем я хочу активно участвовать в его воспитании. Ездить с ним на море, заниматься с ним музыкой, ходить на школьные собрания, то есть чтобы мальчик не чувствовал себя обделенным отцовской заботой, а больше мне ничего не нужно. Будьте добры, пожалуйста, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка и справка о вашей зарплате через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Ответчик ИСЦОМ заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжение брака согласны или вы возражаете против расторжения брака? Ваша честь, мы, конечно, все эти моменты оговаривали еще до суда, и я понимаю, что уговорами мужа не вернешь, поэтому я на расторжение брака я согласна. Не согласна? Согласна. Согласна, да. Что же касается алиментов на содержание ребенка и их общения, я буду этому только рада, но есть один пункт, с которым я согласиться не могу, тем более он у нас оговорен в брачном договоре. Катя, лучше не начнай. Подожди. У нас в брачном договоре определено, что тот из супругов, который пожертвовал ради семьи своей профессией и возможностью профессионального роста, будет получать от второго супруга содержание для восстановления своей профессии. Срок выплаты содержания с момента расторжения брака и в течение всего времени, пока супруг не устроится на работу, с окладом не менее 20 тысяч рублей. В данном случае профессией пожертвовала я, так как, выйдя замуж и родив ребенка, я вынуждена была бросить, уйти из последнего курса Академии права и управления права и заняться воспитанием малыша и ведением хозяйства. Да. В другом случае, я, окончив Академию, я бы была трудоустроена, и у меня был бы оклад не менее 25 тысяч. Да. Если бы так было. Это еще неизвестно, где бы ты была и сколько ты получала. Ответчик, я правильно вас поняла, что... Это было бы устроено, что вы заявляете встречное исковое требование. Да, я хотела бы. О выполнении условий брачного контракта. Размер вашего содержания. Я многого не прошу, и просто я могу окончить это все, но на это нужно время. Я это сделаю, и в этот непростой промежуток времени я бы просто хотела, чтобы получать содержание в размере 10 тысяч рублей. Ежемесячно. Ежемесячно. Тем более, зарплата моего мужа позволяет это ему сделать. Ваша честь, я прекрасно помню этот пункт брачного контракта, и считаю его вполне разумным и справедливым. Но если следовать этому пункту, то я имею такое же право требовать с нее деньги. Не имею. Секундочку. Я до своей женитьбы окончил с отличием Московскую консерваторию, и успел стать лауреатом нескольких престижных музыкальных конкурсов. И даже имел предложение работать в оркестре Большого театра. Вот мой диплом об окончании, вот мои призы, и тут же приглашение со всех концов России и зарубежья на работу. И приглашение приходит до сих пор. Однако, став почти одновременно мужем и отцом, чтобы прокормить семью, я вынужден был оставить музыку и пойти прорабам на стройку. И если уж кто и закопал свою карьеру, и пожертвовал своей профессией, так это в первую очередь я. А жена... Конечно же, ты не случайно женишься на дочери своего директора. Ты всегда был карьеристом. Это совершенно здесь ни при чем. Это совершенно здесь ни при чем. И просто все пять лет семейной жизни именно я содержал в семье. У вас есть образование, высшее образование? Я окончил Московскую консерваторию. Ответчик, у вас есть образование? Я не закончила. Ребенок родился в период обучения? Так, будьте добры, пожалуйста. Свидетельство о рождении ребенка, справка из высшего учебного заведения о незаконченном образовании и брачный контракт. А вы, будьте добры, пожалуйста, ваш диплом через судебного пристава передайте. Истец, скажите, пожалуйста, вы возражаете вообще против пункта этого в брачном контракте? Или вы возражаете против самого размера содержания? Ваша честь, я считаю, что предлагая своему ребенку приличные алименты и оставляя жене все свое имущество, я ухожу только с чемоданом, с бельем. Я освобождаю себя от выполнения данного условия брачного контракта. Да, поскольку в данном случае именно я пожертвовал своей профессией. И почему я должен платить ей за упущенные возможности? Только потому, что упустив свои возможности, я нашел себя на чужом поприще, на другом. Истец, но вы же подписывали эти условия в брачном контракте? Да, но в данном случае, ваша честь... Ты знал, на что ты идешь? Да, я знал... Ты собственной рукой подписал этот договор. Совершенно верно. Ответчик, ответчик. Скажите, пожалуйста, а если бы истец ставил вопрос о разделе совместно нажитого имущества? Хорошо, что он не делит еще мою квартиру. Спасибо. Это ваша квартира? Истец, поясните, пожалуйста, суду, а то, знаете, я так проникла сейчас к жесту, который... Квартира чья? Да, квартира изначально принадлежала жене. Жене. И вещи, которые там тоже жене принадлежали? Нет, вещи были нажиты в течение пяти лет совместной жизни. Какие? Скажите, пожалуйста. Бытовая техника, мебель и автомобиль. На них я также не претендую. Нет, также я бы сейчас попросила вас убрать из вашей фразы. Значит, квартира у супруги. Значит, что совместно нажит имущество? Автомобиль? Да. Автомобиль. В неделе же ваш супруг с вами автомобиль? Я многого не прошу. Я просто прошу время для того, чтобы мне устроиться на работу. Так, суду понятна позиция сторон. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И валяются все пьяные, и внучка сама пьяная, а это бедный ребенок, четырехлетний, в угол забил, и какая-то невменяемая. Органы опеки и попечительства не могут назначить истца опекуном внучки, поскольку пенсионерка проживает в неблагоустроенном доме в деревне, где отсутствует даже средняя школа. У девочки, если я поняла, в соседнем поселке умирает мать, и она остается одна. Через какой период времени органы опеки и попечительства стали заниматься ее судьбой? Ну, когда снег сошел. Семейная пара желает усыновить самовольно взятых имя на воспитание детей. Органы опеки и попечительства против усыновления, так как мужчина когда-то уже удочерял девочку, впоследствии ставшую его женой. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьи. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования из позиции ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев встречные исковые требования, ознакомившись со всеми документными материалами, которые были представлены в данное судебное заседание, иск о расторжении брака считает необходимым удовлетворить и выносит решение о расторжении брака между супругами. Иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в суд считает необходимым удовлетворить и взыскивается отца ребенка. Алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере одной четверти заработка ежемесячно до совершеннолетия сына. Иск о взыскании содержания на бывшую жену в соответствии с условиями брачного договора суд считает необходимым удовлетворить и взыскивая с бывшего супруга на содержание бывшей жене по 7 тысяч рублей ежемесячно до получения ею высшего образования и трудоустройства на работу, но не более чем в течение двух лет со дня расторжения брака. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга на расторжении брака согласны в соответствии с правилами статьи 23 СК РФ. Суд удовлетворяет иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, потому что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В соответствии с правилами части 1 статьи 81 СК РФ суд устанавливает алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере одной четверти заработка и иного дохода отца ребенка ежемесячно до достижения ребенка в совершеннолетии. Суд взыскивает с бывшего супруга денежные средства на содержание бывшей жене до получения ею высшего образования и трудоустройства, но не более чем в течение двух лет со дня расторжения брака, потому что брачным договором, заключенным между супругами, предусмотрено условие в случае расторжения брака о содержании другого супруга до получения высшего образования и трудоустройства на высокооплачиваемую работу. Данные условия брачного контракта полностью соответствуют правилам статьи 42 Семейного кодекса Российской Федерации. После рождения ребенка супруга вынуждена была прекратить обучение в высшем учебном заведении, поэтому супруга имеет право на получение содержания от бывшего супруга в соответствии с брачным договором. Суд устанавливает выплату содержания на период не более двух лет, так как супруга прекратила обучение на последнем курсе учебного заведения. Суд принял указанное решение, исходя из всех фактических обстоятельств дела, и снизил размер ваших требований, которые были заявлены по встречным исковым требованиям, с 10 тысяч рублей до 7 тысяч рублей, с учетом достаточно высоких алиментов, которые будут выплачиваться на содержание вашего общего ребенка, и с учетом того, что между истцом и ответчиком не возникло материального спора по разделу совместно нажитого имущества. Естец, вам решение суда понятно? Ответчик, вам решение суда понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Удовлетворить встречный иск. На мой взгляд, мои упущенные карьерные возможности не меньше, чем у моей бывшей супруги, но поскольку так постановил суд, я буду честно выплачивать ей алименты на ее содержание. Я считаю, это справедливой платой за упущенные возможности. Истец Анна Власова подает иск органам опеки и побечительства и требует признать решение об отказе в опекунстве над внучкой, нарушающим ее права. Ответчик в лице своего представителя Татьяны Волковой против иска возражает. Прошу всех садиться. Слушается дело Власовой Анны Петровны с исковыми требованиями к органам опеки и побечительства о признании решения, которому органам опеки и побечительства было отказано в назначении ее опекуном внука, внучке, простите, как нарушающим ее права. Вы представитель органов опеки и побечительства. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, у меня умерла дочка. У меня остались две внучки. Одной старшей внучке 20 лет, а другой 4 годика. И я после похорона стала хлопотать опекунство. Мне от дел опекунства отказали, то, что я старая и немощная и больная. И они сказали, чтобы я документы собиралась за счет здоровья. Пока я документы собрала, старшая внучка опекунство на себя оформила. Я живя от них недалеко, но все равно душа болит. Я думаю, дай я на них навещу. Я приезжаю в однокомнатную квартиру, и такую картину я вижу, я вообще в ужас пришла. Там одни матрасы, и валяются все пьяные, и внучка сама пьяная. А это бедный ребенок, 4-летний, в угол забилась, и какая-то невменяемая. Я скорее схватила ребенка и к тебе повезла в деревню. После этого они опекунство соберли. Я ко мне приезжала и говорила, что давайте в дом ребенка ее устроить. Я говорю, я вам не отдам ребенка, это мой внук родной, я дочь потеряла. Сарша, внучка, извините, меня такой образ жизни повела, что я не могу доверить свою внучку. Ну как можно? Я же родная дочь. Бабушка, внучка-то моя, родной дочери. Ну и вот, и они мне отказывают, что мы не дадим, потому что у вас условий нет. А что условий? У нас свежий воздух, огород у меня, все свое. Все у меня свежее, не то, что на рынке покупают москвичи. А здорово у меня, слава богу, я в деревне выросла крепенько. И я должна, обязана просто, я вынуждена ее поднять на ноги. И я уверена в себе, потому что я настроена так себе. И они меня никак не признают. Будьте добры, пожалуйста, свидетельство о смерти вашей дочери, свидетельство о рождении на вашу внучку. И скажите, пожалуйста, а когда вы вот обнаружили вашу старшую внучку в квартире, вы в органы правоохранительные не обращались? Я обращалась, я обращалась. Они все равно на своем настояли, что мы не можем доверить такого ребенка вам. А у вас копия жалобы есть? Копия жалобы в правоохранительные органы есть у вас, да? Есть, есть. Через судебного пристава, передайте, пожалуйста. Через судебного пристава. Так, пожалуйста, органы опеки и попечительства, я вас слушаю. Уважаемый суд, к нам поступил в органы опеки и попечительства, поступило заявление от истицы, которому она просит, чтобы мы назначили ее опекуном над ее малолетней внучкой. Собралась комиссия, мы рассмотрели заявление, провели обследование условий жизни по месту жительства истицы и обнаружили, что условия не те условия у нее есть, которые необходимы для того, чтобы можно было полноценно воспитать такого малолетнего ребенка. Дом находится в Тамбовской области, небольшое поселение, менее ста домов, нет поликлиники, нет магазина, нет детского сада, нет школы. Нет, у нас все есть. У нас все есть. Дом в крайне плохом состоянии находится, крыша протекает, нет канализации, нет подвода воды. Девочки, такой маленькой девочке, очень сложно будет проживать в таких условиях. Опекун очень преклонного возраста, и ее состояние здоровья на сегодняшний день по документам не вызывает у нас сомнений. Но мы не знаем, что может произойти через год, через два с кандидатом в опекуны. И действуя в интересах ребенка, мы считаем, что в данном случае нужно отказать от установления опеки. Интересно, а какая гарантия девочке с ребенком будет? Отличик, скажите, пожалуйста, вы считаете, что старшая сестра по отношению к младшей выполняет функции опекуна? Нет. К сожалению, она не выполняет функции опекуна. Даже если она их и выполняла, то совершенно ненадлежащим образом. То есть, отказывая, отказывая ститься в установлении опекунства, фактически вы девочку будете забирать? К сожалению, ребенка придется отобрать и отправить ее на полное государственное обеспечение. Потому что в такой ситуации, которая возникла в этой семье на сегодняшний день, это единственное правильное решение. Ну, вы считаете, что для четырехлетнего ребенка такое превалирующее значение имеет то, что есть вода в доме или вода из колодца? Ну, не четырнадцать же лет, девочки, четыре годика. Четыре года ребенку, сегодня ребенку четыре года, а завтра ему будет пять и шесть. Ребенку нужно полноценно заниматься, он должен получать. Да, но эти два года, по крайней мере, девочка будет расти с бабушкой. Она в любви будет расти, понимаете? Да, может быть, без горячей воды, но в любви. Но все равно. Есть серьезные противопоказания по состоянию здоровья или у вас противопоказания по возрасту? У нас идет противопоказание по возрасту. По возрасту. По особых заболеваниям. То есть, особых хронических заболеваний у эссанетов? Нет, ничего, я совершенно не здоровая. Препятствующих установлений опеки нет. Скажите, пожалуйста, истец, ответчик утверждает, что вот там, в той местности, где вы проживаете, нет у вас ни детского сада, ни средней школы? Есть все, у нас и школы есть, у нас и автобусы есть, и в школу автобусы отвозят и привозят детей. У нас все есть. За сколько километров? Что я не поняла? Школа за сколько километров? Ну, вот автобусы... Ну, приблизительно, наверное, 5, не наверное, что ли, даже километров нет. То есть, автобус привозят и отвозят всех детей в эту школу? Да, привозят и отвозят детей, да, очень нормально. А поликлиника, больница? Нормально, недалеко от нас даже. Недалеко даже от моего личного дома. Недалеко, поликлиника, ближе, чем школа. Ответчик, поясните, пожалуйста, суду эти обстоятельства. Вы ссылаетесь на том, что в том посёлке, как вы сказали, до 100 домов нету средней школы, я охотно это допускаю, но истец утверждает, что там же дети тоже проживают в этом посёлке, их обеспечивают транспортом для проведения. Школа находится за 20 километров от того населённого пункта, где проживает... Но остальные дети ездят на автобусы? Да, ездят, но они проживают со своими родителями. Да, будьте добры, пожалуйста, ваше заключение через судебного пристава передайте. Пожалуйста. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. У девочки, если я поняла, в соседнем посёлке умирает мать, и она остаётся одна. Через какой период времени органы опеки и попечительства стали заниматься её судьбой? Ну, когда снег сошёл. В семье Лесничева четверо детей, двое собственных, двое самовольно взятых на воспитание. Чтобы узаконить нахождение воспитанников, Лесничий с женой хотят усыновить их. Оставайтесь с нами. А теперь вернёмся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования и са возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, ознакомившись со всеми документами и материалами, которые были представлены сторонами в данное судебное заседание, заявленные исковые требования считает необходимым удовлетворить и отменяет решение органов опеки и попечительства об отказе в назначении истицы опекуном малолетней внучки, как нарушающим права истицы. Суд обязывает орган опеки и попечительства назначить истицу опекуном несовершеннолетней внучке. Суд признаёт решение, которым истица отказана в назначении её опекуном малолетней внучке, нарушающим её права, потому что, исследовав все представленные доказательства, суд пришёл к выводу, что истица сможет надлежаще выполнять обязанности опекуна, а именно обязанности по заботе и содержанию малолетней внучки, её воспитанию, об обеспечении уходом и лечением, а в дальнейшем образованием. Об этом свидетельствует образ жизни истца. Суд учёл интересы малолетней внучки, которая уже проживает совместно с бабушкой и имеет взаимную привязанность. Доводы представителя ответчика о необеспеченности бабушки благоустроенным жилым помещением судом не учитывается, потому что закон не предъявляет таких требований к опекунам, в отличие, например, от усыновителей. Опекуны несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными, поэтому бабушка, как опекун, будет иметь право поселиться на жилую площадь опекаемой внучки на период выполнения обязанности опекуна. И, следовательно, в данном случае, она, правда, вы не приобретёте самостоятельного права на квартиру, но проживать совместно с внучкой в благоустроенной квартире вы имеете право. Суд хотел бы разъяснить истцу и представителю ответчика, что в случае, если истица не справится с обязанностями опекуна, тогда орган опеки и попечительства, который будет контролировать выполнение ею обязанностей опекуна, вправе будет отстранить её от исполнения этих обязанностей. В соответствии с правилами части 3 статьи 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, ответчик суд не может поддержать вашу точку зрения, особенно в отношении благоустроенного жилья, поскольку здесь есть реальная возможность, когда истец, исполняя обязанности опекуна, будет иметь право проживать совместно со своей внучкой. И, следовательно, обеспечить ей все те необходимые условия для её нормального воспитания в последующем образовании. Истец. Суд отменил решение органов опеки и попечительства и назначает, и вынес решение об обязании органов опеки и попечительства назначить вас опекуном вашей малолетней внучке. Ответчик решения суда понятно? Спасибо большое. Дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Не сомневайтесь, я внучку своей воспитаю достойно. Очень хочется верить, что мы ошиблись, и что бабушка воспитает достойным образом свою внучку. Заявители Данила и Наталья Золотухины предъявляют иск об усыновлении взятых на воспитание двоих несовершеннолетних детей. Третье лицо, представитель органов опеки Екатерина Сопрыкина, считает, что истцы не могут быть усыновителями. Данные категории дел, которые рассматриваются в порядке особого производства, рассматриваются с обязательным участием прокурора. У нас прокурора присутствует в зале. Благодарю вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Истец, прошу вас. Ваша честь, просим вас разрешить усыновить двух несовершеннолетних детей. Один из которых малыш, который мы нашли в сугробе, был промевшим, его с трудом выходили. И девочка постарше, которая осталась без матери, умершая от туберкулеза. Ваша честь, детей мы взяли к себе на усыновление, но у нас также имеются двое своих детей. Мальчик и девочка. Младшему мальчику сейчас два года, которого мы взяли к себе. Девочке восемь лет. И мы живем хорошей, дружной семьей. У нас все хорошо. Но вот совсем недавно нами заинтересовались органы опеки. В нашу глубинку добрались и посещают нас постоянно. Запугивают даже, угрожают. Они угрожают у нас забрать детей. Почему? Ваша честь, я даже могу сказать, дело дошло до того, что мы вынуждены были забаррикадироваться, чтобы воспрепятствовать детей из нашего дружного семейства. До заключения суда мы отказываемся отдавать детей органам опеки. Вот, пожалуйста, мы очень просим вас, вот все необходимые документы у нас прилагаются. Скажите, пожалуйста, простите, я задам вам этот вопрос. Вы муж и жена? Да. Вы муж и жена, да? У нас разница 30 лет. Нет, 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 я не с точки зрения разницы в возрасте, просто мне нужно это уточнить. Потому что за усыновлением, как правило, обращаются семейные пары, которые стоят в официальном браке. Я это имела в виду. Уже два года. Скажите, пожалуйста, а вы никогда не выясняли, каким образом вообще вы нашли детей? Вы мне можете сказать? Ну, они откуда-то появились, вы не обращались в правоохранительные органы? Нет, мы не... Нет, мы просто в нашей местности, а мы это, я вот там лесник, значит, в этой местности мы просто шли и обнаружили, вот, ну, ребёнок каким-то оставленный, брошенный. В сугробе, практически замёрзший ребёнок. Пилёнок, возраст там, ну, сколько еще, пилёнок. Невозможно пройти. А девочка, у неё же была мать, она жила в соседнем посёлке. В посёлке, вот... Она скончалась от туберкулёза очень, мы не могли остаться однодушны. И по поводу найденного ребёнка вы не обращались в правоохранительные органы? А почему вы мне можете сказать? Ну, как-то за неграмотностью, наверное, своей. С недостаточной осведомлённостью вашей есть, потом всё-таки мы вот этой в таёжной, в глубинке, где сложности вне всякой цивилизации, одни, так сказать, среди природы богатые, разнообразные. Так, будьте добры, пожалуйста, ваше свидетельство о браке, свидетельство о рождении ваших общих детей и вашу справку о заработной плате. Вы работаете, простите, пожалуйста. Лесник. Вы работаете? Нет, я работаю лесником, а я... Через судебного пристава, передайте, пожалуйста. Вот здесь все необходимые документы. Пожалуйста. Так, пожалуйста, представитель органа опеки и попечительства, я вас слушаю. Органы опеки и попечительства против усыновления заявителем Золотухин этих детей, потому что в своё время Золотухин также женился на удочрённой им девочке, который, когда ей исполнилось 16 лет, он на ней женился. У дочерей мне это отменено. И неизвестно, с какой целью он хочет усыновить этих детей, мальчика и девочку. Ну, мальчика я точно знаю, не чтобы на нём жениться. Это я могу точно вам сказать. А девочке исполнится 16 лет, он также на ней женится. Светчик, ничего, что у заявителей уже двое своих несовершеннолетних детей? Ничего? А когда исполнится девочке 16 лет, он точно так же женится на той новенькой девочке удочрённой. Простите, пожалуйста, почему точно так же? Потому что Золотухина была раньше его удочрённой дочкой, а затем он на ней женился. И удочерение отменили. Отменили, абсолютно правильно, да, отменили удочерение. Ваша честь. Подождите сейчас секундочку. И дальше что? Поэтому мы, органы опеки и попечительства, против этого. Во-вторых, дети живут в лесу, в таёжном доме, без газа, без воды. Это что, цивилизации никакой нет? Медицинской помощи у них там нет никакой. Образование никакого не получают. И они не стараются даже никакого образования им давать. Неправда. Мы даём домашнее образование нашим детям. Какое? Обучаем их. Девочка умеет читать, умеет писать. Они рисуют младшие дети. Вот так вы её готовите, когда ей исполнится 16 лет. Да что вы будете готовить? Простите, пожалуйста, представители органов опеки и попечительства. Ответьте мне, пожалуйста, на следующий вопрос. Ваша честь, можно? Нет. Скажите, пожалуйста, когда у девочки, если я поняла, в соседнем посёлке умирает мать, и она остаётся одна, через какой период времени органы опеки и попечительства стали заниматься её судьбой? Ну, когда снег сошёл. Нет, там дороги не проходные. А когда снег сошёл? Ваша честь. Подождите. Когда снег сошёл? Ну, по весне, когда половодка прошла к лету. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, учитывая достаточно сложные климатические условия и проживание места жительства и заявителей, и детей, с вашей точки зрения, между моментом, когда девочка осталась сирота и моментом, когда снег сошёл, вы скажите мне, пожалуйста, что должна была есть девочка и где она должна была проживать? Ну, мы не могли доехать. Не могли доехать. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому обстоятельству, что заявители нашли ребёнка, который совсем крохотный был, в снегу? Это как? Ну, спасибо им. Ваша честь. Я прошу вас, пожалуйста, подождите, я предоставлю вам слово. Спасибо им за это, конечно. Конечно. Мы всё оценим. Но детей надо забрать всё-таки в государственное воспитательное учреждение, где они получат нормальное образование, и у них будет медицинский уход. Скажите, пожалуйста, вы обследовали место жительства? Да, мы приезжали к ним. Скажите, пожалуйста, состояние здоровья детей обследовалось? Нет. А когда, почему вы тогда выносите такое заключение, что детям необходима, конечно, им необходима медицинская помощь, но должны быть ещё определённые... Ваша честь, можно высказаться? Как раз связано с уходом? Нет, пока нет. У них хроническое заболевание, они должны находиться под постоянным медицинским контролем. Дети ни разу не были в городе, и мы не могли никак их обследовать. Их до туда довезти надо, до города, до больницы. Посмотреть надо, может быть, у них какое-то хроническое заболевание. Нет, нет, понимаете, вот вы меня... Ещё раз, я могу понять, что у вас жизнь начинается от того, когда сошёл снег, и когда он появился, я могу это понять. Но вы мне объясните, пожалуйста, вы говорите, детей надо отобрать. При этом вы медицинское обследование не провели, в школу или в дошкольные учреждения вы не пытались их устроить? Там нет, там только одна заимка, а не только. Там, в другое место. А в другое место, тогда это надо всё равно в интернат отправлять. Почему всё равно в интернат? Ваш честь, можно? Подождите, почему всё равно в интернат? Ой, заключение ваше, передайте, пожалуйста, истец, внимательно сосредоточились, вы хотели что-то сказать? Да, я хотел насчёт ухода за детьми, вот сейчас специально опекунство. Я говорю, с нашей стороны было максимум внимания, мы даём им образование. Я, как лесник, часто их вожу на природу, знакомлю с ботаникой, с растительным миром, с животом. А если вдруг будет экстренная ситуация? Между прочим, вы не перебивайте. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, английскому языку кто их учит? Я не понял. Ну, английскому языку только... Никто не учит. Да, база в основе. Геометрия? Предметы начальной школы только... Простите, пожалуйста, вот, а если дети захотят продолжить обучение, вот они уедут от вас и захотят продолжить обучение, у них даже аттестата не будет о среднем образовании? Ну, это же не самое главное, это же... Кто вам сказал, что это не самое главное? Ваша честь, мы им даём самые начальные актуальные образования, которые прежде им нужно будет для всех последователей. Простите, пожалуйста, я такого начального актуального образования не знаю. Я знаю образование, которое получается в соответствующих учреждениях, имеющий статус или аккредитацию. Вот это я знаю. Ну, как сказал один из умных, что, чтобы остаться человеком, надо убежать от людей. Таким образом, мы своим семейством, мы не просто как отшельники какие-то удалённые глубинки, а мы полноправные члены общества, которые в дружбе находимся как в самом семействе, так и в окружающем мире. Ваша честь, вот органы опеки предлагают нам, требуют, чтобы мы отдали детей в детский дом. Но в прошлом году детский дом, который курирует органы опеки, из-за несправности отопительной системы, из 40 человек детей в живых остались только 16. Это был исключительный случай. Все виновники наказаны. Ничего себе исключительный. Всё там отремонтировали уже давно. Да у вас таких случаев чересчур много. Простите, пожалуйста, вы мне можете пояснить, каким образом состоялся ваш брак? Брак был так, значит, я удочерил, что тогда 16 лет было супругу, потом я в неё влюбился как в женщину, мне он очень понравился, и я уже решил, что надо жениться, чтобы создать, не просто ради какого-то удальства и там такого поверства, что мы, вот, обнял жена, а чтобы создать семейный уют, заботу. Заботу, отношения с ней. И чтобы, и чтобы, и чтобы, минуточку, не перебивать, пожалуйста. Да, и чтобы и супруга моя чувствовала близость мужского плеча. Кстати, всё это чувствуют и наши дети. Вы поймите, в таких условиях, в которых мы живём, это просто необходимо. Мужская поддержка, сильное плечо. Какие у вас условия? И с бас печкой в лесу. Простите, пожалуйста, тогда согласитесь со мной, наверное, права представителей органов опеки и попечительства, если исходить из ваших слов, что каждому требуется мужское плечо. А что тогда делать с девочкой, которая вырастет? О мужском плече я говорю о себе. Себе что? Чувствовать поддержку со стороны плеча? Я была не маленькой девочкой, когда он меня удочерил. Это было по нашему обоюдному желанию. Мне было 16 лет. Я тоже полюбила своего супруга. Он у меня вообще самый лучший из всех, наверное, которые есть. И теперь вы девочку воспитываете для него, так, новую жену. Да что вы всё об одном и том же? А что вы всё об одном и том же? Суду понятна позиция сторон. Суд удаляется для принятия решения. Оставайтесь с нами. А теперь вернёмся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд, рассмотрев порядки особого производства, требования заявителей, заслушав представителей органов опеки и попечительства, а также проведя процесс с обязательным участием прокурора в усыновлении несовершеннолетних детей, и вынужден отказать. Суд отказывает в удовлетворении в усыновлении несовершеннолетних детей, потому что пришёл к выводу, что заявители по условиям жизни не обладают возможностями по обеспечению надлежащего воспитания, всестороннего развития и образования детей. А усыновление всегда проводится в интересах детей. Оба супруга не имеют места работы и источником существования является натуральное хозяйство. А в соответствии с правилами части 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации не могут быть усыновителями лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающие усыновлённому ребёнку прожиточный минимум, установленный в месте проживания усыновителей, а также не имеющие жилого помещения, отвечающие установленным санитарным и технических требованиям. Суд учитывает и то обстоятельство, что супруг ранее удочерил свою жену, а затем это удочерение было отменено по его вине, так как их отношения перешли в супружеские. А бывшие усыновители не имеют права быть усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине, в соответствии с частью 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации. Честно могу сказать, что вот до этого момента все те аргументы, которые изложены в решении, носят достаточно оценочный характер. И суд обязательно бы их взвешивал по фактическим обстоятельствам дела. Да, условия для проживания не совсем правильные и комфортные для воспитания и развития детей. Но, с другой стороны, это совершенно не означает, что в детском доме им будут созданы другие условия. Да, оба родителя не имеют постоянного источника дохода, и фактически они питаются натуральным хозяйством. Да, но с точки зрения суда это могло бы быть значительно лучше, чем проживание детей в детском доме. Поэтому я и говорю, что все, что я называла до последнего момента, оценочные обстоятельства и суд мог бы их трактовать в ту или другую сторону. Кроме одного, в законе четко указано, что не могут быть усыновителями в последующем те лица, в отношении которых состоялось решение об отмене усыновления. В данном случае у вас удочерение. И закон вводит у нас такое обязательное условие, как по их вине. В данном случае состоялось решение суда об отмене удочерения, поскольку ваши отношения перешли в супружеские. Суд презюмирует, что здесь была ваша вина. Вот этот запрет я, к сожалению, обойти не могу. Если бы все остальное я могла бы трактовать в ту или другую сторону, вот этот запрет законодательный я обойти не могу. Поэтому, к моему большому сожалению, я вынуждена отказать в проведении вами усыновления. Достаточно непреодолимое препятствие, потому что это прямой законодательный запрет. То, что касается вас, уважаемые органы опеки и подпечительства, я единственное, единственное, на что надеюсь в этой ситуации, что вы не будете занимать столь жесткую позицию, которую вы заняли. И все-таки, исходя из фактических обстоятельств дела, посмотрите, где детям лучше проживать. Предпримите определенные усилия для того, чтобы направить их на обучение в тот же самый интернат, для того, чтобы они могли возвращаться в субботу-воскресенье. Либо, чтобы они находились где-то на обучении, там, посезонно, например, как это достаточно часто бывает. Там, в какие-то сезоны, когда нельзя добраться до места жительства, там, дети проживают круглосуточно в каких-то учебных заведениях. Рассмотрите какие-то варианты, потому что ведь с этой точки зрения вас должна заботить, ведь судьба не только тех детей, в отношении которых заявители просили об усыновлении, но и их общих детей. Они находятся примерно в тех же самых условиях проживания. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, подойдите более мягко к решению этого вопроса. Я не могу это сделать. У вас такая возможность есть, исходя из фактических обстоятельств. Попытайтесь всё-таки создать такие условия, чтобы дети, по крайней мере, тем более судьба у одного ребёнка, когда его нашли подкидыша, ну, как-то отнеситесь более мягко к возникшей ситуации. Суд огласил решение, дело закрыто. Решение суда. Выския отказать. Этих детей мы считаем своими. И терять связи с ними не будем. Они зовут нас мамой и папой. В государственном воспитательном учреждении дети хотя бы приобщаться будут к цивилизованному миру. А мы своё дело уже сделали. Мы вырвали их из лап этих таёжных медведей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok